МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Придвинуть к себе чашечку горячего чая холодным осенним вечером. Вот он, ноябрьский вектор комфорта. Ну а пока вы готовите чай себе, я расскажу, что будет в сегодняшнем выпуске. Мусорная реформа год спустя. Первые итоги работы регионального оператора. Да будет газ, когда в Заволжий придет голубое топливо. Красивое и удобное для жизни. Интервью с главным архитектором Чуваши о благоустройстве малых городов. Почти 3 миллиона кубометров мусора вывез региональный оператор за год работы. В октябре 2018-го наша республика одной из первых пришла на новую систему обращения с отходами. Сейчас подвели итоги. Итоги первого года. Мусорная реформа в цифрах выглядит так. 83% жителей поняли необходимость новой системы и начали добросовестно платить. Из 98% населенных пунктов республики региональный оператор сейчас вывозит мусор на полигоны. С оставшимися двумя процентами, это 40 труднодоступных для мусоровозов деревень, вопрос еще не решен. Если услуга не оказывается, то и начислений производиться не будет. И они не производятся. Если даже где-то ошибочно были произведены эти начисления, то они пересчитаны, аннулированы. Пересчитывают плату и из-за норматива мусора, который каждый житель Чуваши производит за год. Изначально в тариф заложено 2,02 кубометра. После многочисленных обращений селян, которые, к примеру, пищевыми отходами кормят скот, для жителей сельской местности плату снизили на 20%. Ежемесячный перерасчет производят для 343 тысяч человек на сумму в 5 миллионов рублей. В ближайшее время норматив пересмотрят для всех. В течение года специалисты делали замеры фактического образования отходов. Определены 8 муниципальных образований, в котором проводилась данная работа. 4 городских округа и 4 муниципальных района. На сегодняшний день замеры образования отходов на этих выбранных контейнерных площадках уже проведены. На сегодняшний день проводятся расчеты непосредственно самих норм накопления. Еще немного цифр. За год в офис регионального оператора поступило 300 тысяч жалоб и обращений. Многие из них звучат так. В деревне до сих пор нет контейнеров. Во время прямого эфира на национальном радио глава Чуваши Михаил Игнатьев отметил, республика взяла на себя часть расходов и за счет бюджета закупила около 7700 контейнеров. Оставшаяся часть за рекоператором. Сейчас ведем самостоятельный переговор с финансовыми кредитными организациями о получении кредитных средств. И за счет этих средств будут закуплены в том числе и контейнеры. По заверению Виктора Лугуновского, кредиты компании на тарифах для населения не скажутся. И еще из результатов за год. В Чебоксарах и Новочебоксарске в пилотном режиме начался раздельный сбор мусора. Мечты сбываются. Это я про газификацию заволжья. На часть строительства газопровода должны уже в следующем году. Газификацию заволжья включили в инвестиционную программу «Газпрома». Общая протяженность газопровода 52 километра, из которых 31 пройдет по Чувашии и 21 по республике Мариэл. Профильные ведомства начали готовить проектно-сметную документацию. В первую очередь рассчитывают проложить межпоселковые газопроводы, благодаря чему доступ к голубому топливу получат почти 2500 домовладений. Пять котельных переведут на газ. 7 мая 2018 года, когда Владимир Владимирович Путин подписал указ о национальных целях и стратегическом развитии Российской Федерации до 2024 года, где были определены три основных вектора развития государства. То есть первое – это экономический рост, второе – это человеческий капитал, и четвертое направление, или четвертый вектор – это комфортная среда для жизни. То есть событие, которое произошло 4 октября, то есть было подписание разрешения на газификацию за Волжье, это как раз суммируются все три вектора. Это комфортное проживание для наших людей, в первую очередь, о чем нам ставит задачу наш глава республики. Это развитие туристического кластера, это рекреационное развитие территории за Волжье. И сегодня разрешение получено, в этом году начнется первый этап освоения денежных средств Газпрома. Основные работы запланированы на 2020-2021 годы. Что стоит дом построить, ну или школу, садик, любой другой объект, и при этом эффективно использовать бюджетные средства? Это должны знать специалисты, которые занимаются составлением смет. О качественной подготовке проектно-сметной документации говорили на семинаре в Минстрое республики. В Российской Федерации реализуются 12 национальных проектов. В 11 из них участвует Чувашская республика. Ни в одном из этих, скажем так, национальном проекте не обходится без строительства. А строительство, вы сами знаете, начинается всегда с разработки проектно-сметной документации. Получить дополнительное федеральное финансирование сегодня можно фактически по каждому федеральному или национальному проекту. Главное, чтобы была подготовлена качественная проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. Говорил в одном из интервью министр строительства России Владимир Якушев. Качественная это такая, которая позволит вовремя достроить объект без дополнительных вливаний в процессе. Государство старается потратить как можно меньше, подрядчик получить как можно больше, и найти золотую середину позволяет как раз качественно разработанная проектно-сметная документация. Неграмотно составленный документ напротив грозит срывом программ. Ситуация. Сметчики неправильно посчитали количество материалов, заложили меньше. Денег на объект выделили, соответственно, смете. Подрядчик, желая выиграть тендер на строительство, еще снизил цену. Итог. Стройка встала, объект не сдан. На семинаре обсудили, как участие максимальное количество нюансов использования нового программного обеспечения, изменения в законодательстве и другие вопросы. Форум развития малых городов и исторических поселений прошел в Нижнем Новгороде. Там была делегация с Чувашей, в том числе главный архитектор республики Александр Шевлягин. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я начну, может быть, с такой, несколько неожиданной ноты. Население малых городов у нас все равно убывает. Почему люди уезжают? Потому что нужно где-то работать и нужно зарабатывать. Как вы думаете, вот в таких реалиях, в нынешних условиях, стоит ли вообще тратиться на парки и на вот набережные, да, например? Или уточню, почему это все-таки важно делать? Ну, я считаю, что стоит. Во-первых, чем комфортнее среда будет в малом городе, тем, скажем так, народ будет задумываться, уезжать из этого или не уезжать. Тем более на сегодняшний момент молодежь, она, в принципе, очень многие работают как в фрилансере, дистанционно, то есть жить в комфортном месте, в окружении красивой природы и работать удаленно, и получать такие средства, как, допустим, как в Москве. В принципе, это многого стоит. Поэтому тот уровень комфорта, который будет постепенно достигаться, я думаю, он будет как раз драйвером, чтобы привлечь нам обратно людей. И плюс еще любой город, исторически, не исторически, мало, они практически все исторически, привлекают еще очень много туристов. Чем больше, скажем так, будет привлечение туристов, тем больше будет людей, которые обслуживают их. Естественно, рабочие места дополнительно. Плюс, где много народу, там, естественно, и торговля подтягивается, какие-то услуги подтягиваются. То есть опять появляются дополнительные рабочие места. Вы очень часто выезжаете на объекты, которые благоустраиваются в программе формирования комфортной городской среды. Мы ездим с вами иногда. И вот часто хочется сказать, ну, да, лучше, конечно, что-то делать, чем ничего не делать. А все-таки есть примеры у нас в республике, или, может быть, не у нас в республике, реализация проектов, которых вам действительно нравится, как архитектору. Ну, и в республике есть хорошие примеры. Возьмите тот же Кадетский парк, сквер, вернее говоря, в первую очередь, Кадетского парка. Ну, столица – это отдельная тема, на самом деле. Ну, возьмите тот же Ядрин. На сегодняшний момент, скажем так, не такие большие деньги затрачены, но эффект очень большой. То есть вокруг очень много квартирных жилых домов, шикарная территория большая, плюс там даже сохранили старые деревья, которые тоже свою зиминку вносят. И я считаю, что это очень положительный пример. Так, Ядрин. Вурнары – очень хороший пример. Там тоже есть жилая группа из трех домов, стоящая там. Тоже получается такой компактный, уютный двор. Ну, и на сегодняшний момент, после реализации вот этого проекта, там тоже, я думаю, будет очень все замечательно. А если общественное пространство брать, какой-нибудь парк, да, где-нибудь в селе или деревне, помните? Опять те же вурнары. Сами видели, какие там парки. Тем более, они в этом году участвовали в конкурсе в республиканском. И вышли победителями в республиканском конкурсе, были уже на федеральный уровень отправлены. Единственное, что они, конечно, не победили в этом году почему-то. Но, я думаю, все еще впереди. Вот вообще тенденции, которые есть в столицах, в городах, в Казани, например, в Чебоксарах, возможно. Вот этот вот эко-стиль интересный, да, использование дерева. Оно, конечно, наших муниципалитетов, оно только еще начнет добираться. Но если говорить прямо о самых свежих новых тенденциях, которые вы видели на форуме, может быть, что там, какой сейчас, каким сейчас видят специалисты современное хорошее общественное пространство? Ну, во-первых, скажем так, полет фантазии наших проектировщиков, он безграничен. Новые материалы появляются. Ну, я считаю, что вот этот эко-стиль, он еще не в полной мере себя исчерпал, он только набирает обороты. На сегодняшний момент вот мне понравилась очень хорошая идея, то, что сейчас в Москве разрабатывается, это система висячих садов. То есть это обьются определенные модули емкости, туда засыпается растительный грунт, они тоже разные по высоте, и получается, как из лего, вот этими зелеными модулями можно формировать пространство. И тем более эти модули, они динамичные, передвижные. Эту картинку можно менять, ну, каждый месяц практически. И плюс они еще не зависят от сетей. Можно и на электричество поставить, и все прочее. При любой аварии это быстро все разбирается и как бы особо ущерба не приносит. Ну, это звучит как фантастика для республики. Как думаете, когда появится у нас где-нибудь, например, в Бурнарах? Мы уже над этим работаем. Так, еще какие есть интересные тенденции. Вы сказали, что это объединение, да, до того, как мы с вами начали беседу, что объединение двух программ. Умный город и комфортная среда. Здесь что? Да, здесь тоже, скажем так, перспективы безграничные. Если взять развитие всех этих электронных гаджетов, электронных систем, то на сегодняшний момент некоторые площадки, уже есть примеры этому, которые используют, скажем, те же экраны всепогодные с установкой динамической. То есть они могут круглый год, ну, скажем так, транслировать те же мультики, те же познавательные программы уже непосредственно прямо на площадке на детской. Почему бы не совместить игру, скажем так, с обучающимися процессами? Да, хватит сидеть за компьютером, иди погуляй. Ребенка где-то погуляет, сидит там, да, смотрит мультики. Нет, он, скажем так, может двигаться, то есть, допустим, ту же зарядку проводить, да, то есть те упражнения, которые показывают на экране, он исполняет сам. Потому что, ну, дети, они у нас как магнитофон, то есть то, что запишешь ему на пленочку, то он и будет делать. Ну да, как танцмашины же есть, да, в которых дети действительно двигаются. Как вы думаете, существует ли такая проблема для России, когда у нас пока преобладает в плане благоустройства дизайн, а не планирование? Ну, проблема вообще у нас пока вот именно в этом направлении очень большая, в каком плане. То есть очень мало специалистов, которые пока увлеклись этой темой. Молодые еще как бы готовятся, а в возрасте они, ну, не работали в этой области, особого желания нет. То есть они привыкли заниматься объемами, заниматься там планировочными какими-то задачами городскими. А вот именно создавать комфортную среду пока еще мало специалистов. Тем более в небольших, да, таких вот малых городах. Ну, нет такого понятия. Большой, маленький, можно любую задачу решить очень качественно и очень грамотно. Будь то маленький город, большой город, это зависит от объема. Просто здесь должна быть любовь к этому делу. У нас просто пока таких специалистов очень мало. Мы пытаемся, привлекаем молодые специалисты, привлекаем ландшафтных архитекторов. Вот у нас сейчас появилось в республике два ландшафтных дизайнера. Ну, архитектора. Целых два. Целых два, да. Это очень дорогого стоит. Уже очередь на них стоит, по большому счету. Хотя они еще только закончили вуз, у них еще опыта маловато. Но, тем не менее, у них желание очень большое. Они сами местные и тем более хотят свои, скажем так, то, что они получили знания, использовать именно в республике. А вот муниципалитеты, они будут пользоваться как раз услугами этих, пусть пока двух ландшафтных дизайнеров? Они исправляют сами силы. Очередь. То есть они уже стоят. Конечно, конечно. В рамках форума у нас состоялось открытие конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, исторических поселениях на 2020 год. Вот, я так понимаю, что это тоже означает не просто диплом, что мы молодцы победили, что это финансирование. Естественно. То есть на сегодняшний момент Ядрин получил 40 миллионов. То есть Ядрин нас уже победил в прошлом году. Я просто, да, телезрителям напомню, получил сколько миллионов? 40 миллионов. Это пока именно для проектирования или это на реализацию? Нет, это на реализацию. Вместе спроектировали. Ну да, я что-то немножко загнула на проектирование 40 миллионов. Признаюсь. Да, тут мы полуядренного спроектировали. Согласна. Так, получается, там идет пока проектирование. Когда реализовывать начнет проект? До конца года должен быть заключен контракт с той подрядной организацией, которая будет реализовывать проект. Но до этого нужно сделать проект, пройти экспертизу, получить положительное заключение и уже на основании этого положительного заключения объявлять торги. Но, скажем так, финишная точка – это 30 декабря этого года. Должен быть подписан контракт на исполнение. И уже в течение 2020 года до 30 декабря 2020 года должен быть исполнен проект. Реализован. Да, реализован. Глядя, видимо, на Ядрин, у нас в этом году принимают еще пять муниципалитетов участия. Канаж, Мариинский посад, Алатарь, Цивильск и Козловка, вы сказали. Вот здесь каковы шансы вообще? Видели проекты? Ну, проекты пока в стадии разработки. То есть некоторые города типа Мариинский посад уже пытались один раз участвовать, не получилось. Канаж пытался, не получилось. Но, тем не менее, шансы есть очень большие. Мы в этих проектах уже учитываем те ошибки, которые были совершены, какие-то недоработки. Поэтому мы надеемся, что большая часть этих городов победит. По крайней мере, задача такая ставится. Да, пожелаем вам удачи. И я напоминаю, что мы беседовали про развитие малых городов и их благоустройство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова